Заявление об угоне личного автотранспорта в межмуниципальный отдел МВД России Адыгейский на минувшей неделе поступило от 57-летнего жителя Тахтамукайского района. Сообщается, что ранее мужчина оставил свой автомобиль на улице в ночное время суток без присмотра, а утром следующего дня не обнаружил транспортное средство на своем месте. Как пояснил потерпевший, двери машины были не заперты, а ключи оставлены в замке зажигания. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские по горячим следам задержали 22-летнего жителя Теучешского района. Автомобиль изъят и возвращен законному владельцу. Дознанием межмуниципального отдела МВД России Адыгейский возбуждено уголовное дело по статье УК России «Угон». Коротко о фактах и событиях в ведомстве. В Адыгее с начала августа возбуждено 4 уголовных дела по фактам нетрезвого управления транспортом. Новые случаи зафиксированы полицейскими на территории города Майкопа и Красногордейского района. Двое из задержанных водителей ранее привлекались к административному наказанию за нетрезвое управление. Третий водитель имел судимость за аналогичное противоправное деяние. Теперь им всем грозит лишение свободы. Во всех случаях автомобили правонарушителей изъяты. Полиция Майкопа возбуждено уголовное дело по факту обнаружения фальшивой тысячной купюры. О данном факте в дежурную часть сообщил специалист одного из финансовых учреждений. Фальшивка номиналом 1000 рублей поступила в банк в ходе инкассации наличности. В настоящее время стражами правопорядка проводится комплекс мер по установлению лиц, причастных к данному правонарушению. Возбуждено уголовное дело. Санкция предусматривает до 8 лет лишения свободы. В июле текущего года МВД по Адыгее зафиксировано около 30 фактов хищения товара из торговых учреждений. Наибольшее число обращений в дежурную часть по этому поводу зафиксировано в Тахтамукайском районе. 16 случаев. На втором месте город Майкоп принято заявление. По словам сотрудников полиции, наиболее частым местом совершения преступлений для недобросовестных покупателей становятся продуктовые магазины, торговые центры, а также павильоны с одеждой. В Майкопе полицейские заняты выяснением лиц, причастных к мошенничеству в отношении пенсионерки. Так, в дежурную часть отдела МВД России по городу Майкопу с заявлением о пропаже денежных средств обратилась 83-летняя жительница республиканской столицы. Женщина сообщила, что на протяжении недели ей звонили с различных номеров, в том числе начинающихся на цифры 8495. Неизвестные убедили пенсионерку в том, что ей положена крупная денежная компенсация за ранее приобретенные препараты. Однако женщина должна оплатить расходы на обработку документов, а также услуги менеджеров и юристов. После того, как потерпевшая перевела на неизвестные счета все свои сбережения, а это почти 430 тысяч рублей, аферисты перестали выходить с ней на связь. В настоящее время стражами правопорядка проводится комплекс мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к этому преступлению. Следствием полиции Майкопа возбуждено уголовное дело. Отметим, что в первом полугодии 2022 года сотрудники регионального МВД зафиксировали на территории Адыге 377 фактов дистанционного обмана. Общая сумма ущерба составила более 50 миллионов рублей. В июне текущего года сотрудники МВД задержали в Майкопе двух молодых людей в возрасте 18 и 19 лет, а также 17-летнего подростка. Они обвиняются в незаконных манипуляциях с запрещенными веществами. Чтобы задержать всех троих фигурантов с поличным, оперативники Управления по контролю за оборотом наркотиков подготовили специальную операцию. В ходе ее проведения стражи правопорядка изъяли у подозреваемых более 30 пакетиков с неизвестным порошком. Кроме того, полицейским удалось установить места тайников закладок, что молодые люди сделали накануне задержания. Там было обнаружено еще более 20 свертков с аналогичным содержимым. Согласно заключению экспертов, изъятным оказался мефедрон массой около 90 граммов. Выяснилось, что фигуранты планировали реализовать его бесконтактным способом с использованием интернета. Тогда, по данному факту, СОСК России по республике Адыге было возбуждено уголовное дело. Настоящие уголовные дела с утвержденными обвинительными заключениями прокуратуры города Майкопа направлены в городской суд.